Первая часть нашей конференции. Мы будем начинать с презентации одной книги, называется «Небесные посредники юдейских истоков ранней кристологии». Презентация этой книги будет делать профессора Смагина Евгения, так что добро пожаловать, это уже второй раз в нашем институте. Она согласилась с довольностью презентовать эту книгу, которая будет под редакцией профессора Андрея Урлова и мной. Так что вот, большое слово. Спасибо. Ну, я, наверное, буду говорить короче, чем предыдущие накладчики, потому что презентация книги, всё-таки есть презентация книги. Но, наверное, нужно рассказать вообще об этой теме, в чём её актуальность, в чём её интерес, в том числе в современной науке, что касается учения о небесных посредниках между божеством и земным миром. Уже давно было замечено, вот профессор Чарльз Горд, в частности, об этом писал в своём предисловии, что в позднем, ну, как сказать, в поздних библейских книгах и в так называемый межзаветный период широко развелось учение о небесных посредниках. То есть ангелология, представление о младших небесных силах, посредниках между божеством и земным миром. Это мы видим в учении, скажем, Филона, в автороканонических, так называемых, библейских книгах. И, разумеется, очень широко это развито в Апукрифах. Ну, у меня такое впечатление, вот, если хотите, что в каждой религии есть, как бы, две тенденции – центробежная и центростремительная. Центростремительная даже в самом, так сказать, цветущем, пышным цветом политеизме есть представление о божестве-абсолюте, о единстве всего божественного мира. Ну, скажем, например, как в Абхарате в Пхагавадгите божество является целью аржуни в своём абсолютном виде. Да и вся на свете живая плоть принадлежит ему такое. И, с другой стороны, есть тенденция центробежная. Даже в самом строгом монотеизме начинается некое такое дробление божественной сущности, представление о младших или низших небесных силах. Не буду говорить, какой вид это получило и как широко это развито в позднее учениях таких, как гностицизм, скажем. Это уже другая история и о других религиозных школах. Но и, во всяком случае, учение о небесных посредниках, о том, в чём специфика этого учения в раннем иудаизме, в чём сходство с христологией и в чём специфика христологии, особенности христологии, уникальные по отношению к этим учениям. Вот этому вопросу посвящена эта книга. Ну, надо сказать, что под этим написано много. И эти исследования, помимо всего прочего, представляют собой результат очень долгого пути в науке. Статьи Ларри Хартадо, Андрея Орлова, который, в общем, в какой-то мере остаётся нашим соотечественником, и самого отца Томаса Гарсии, там ещё Мэйсон, по-моему, да, Эрик Мэйсон о Мелхиседеке в литературе второго храма. Тоже очень интересная тема. Особенно приятно также, что всё это переведено на русский язык и издано на русском языке. Что, во-первых, делает эти научные работы более доступным также и широкому читателю. Причём, ну, с одной стороны, в этом, разумеется, есть и некая опасность, потому что нам и так часто докучают, так сказать, любители, которые думают, что, прочитав две-три популярных книги, можно сделать великое открытие в области Древнего Востока. Ну, с другой стороны, конечно, достижения науки должны быть доступны широкому читателю. Я говорю уже о том, что даже тем, кто владеет западными языками, бывает приятно прочитать что-то серьёзное на своём родном языке. Могу сказать за себя, что я в исследованиях по своей теме очень-очень мало находила нормальной серьёзной литературы на родном русском языке. Это, помимо всего прочего, рождает в нас обиду за, собственно, русский язык и русскую науку. Так что ещё, тем более, приятно видеть такое серьёзное издание в переводе на русский язык. Ну, собственно говоря, на какие разделы подразделяется издание? Учение о небесных последниках, представление о небесных последниках в иудаизме, пожалуй, что можно подразделить, вот это справедливо делает Ларри Хартадо, автор первого цикла статей, на учение о ипостасях, гипостатизированных свойствах божества, затем учение о вознесённых, скажем так, патриархах и учение о Верховном Ангеле. Что такое гипостатизированные свойства божества? Ну, их главных мы знаем два. Это, разумеется, премудрость и это, разумеется, слово. Учение о олицетворённой гипостатизированной премудрости восходит, собственно, к библейскому канону. В восьмой главе книги «Притчи Соломоновых» мы видим монолог, где премудрость рассказывает о себе и называет себя как первым творением, так и орудием и помощницей творения мира. Кстати говоря, и это представление о премудрости в таком виде, и представление о Логусе, как орудии и помощники творения мира, мы видим и, скажем, в таламудической литературе, в Медрашах. Более того, мы видим это в торгумах, в арамейских переводах библейского канона, ну, по крайней мере, в тех, в которых много интерпретаций. Вы знаете, что торгум – это обычно не только перевод, но и некая интерпретация, толкование. Так вот, предположим, в таком торгуме, как торгум Неофити, книга «Бытия» так и, не знаю, как переводится или толкуется, там не просто «Господь создал», сказано «Господь своим словом – мемра» создал нечто, или «Господь своей премудростью – хохма» создал нечто. Но, что касается слова, разумеется, это восходит толкованию таких речений, как «И сказал Господь, да будет то-то и то-то». Из чего следует, что он сказал «не вручную» – это создавал ословом. Вообще, надо сказать, что многие, что на основании толкования, иудейских толкований священного писания, именно канона, создаётся такая своего рода вторичная мифология. Вторичная, потому что не древние редакторы библейского канона, разумеется, тщательно следили, чтобы рудиментов древних языческих верований там не было. Но на основе толкований создалась своего рода, я бы сказала, вторичная мифология. И, кстати, бывает, что на основании очень буквального толкования священного текста создаются довольно фантастические легенды. Ну и, в частности, представление о премудрости как отдельной ипостаси, нечто среднее между свойством божества и самостоятельной личностью, которая исходит из, повторяю, восьмой главы критчей Соломоновых, развита затем и во второканонической литературе, и в псевдоэпиграфах. Скажем, в книге, в такой второканонической книге, как «Премудрость Соломонова», которая ещё и написана явно совершенно по-кречески, скорее всего, в Александрии. Там... Простите? Точно в Александрии. Точно в Александрии. Об этом говорят, по крайней мере, три свойства этой книги. Я бы сказала, три фактора. Да. Не говоря уже о самом литературном греческом языке, которым она написана. Вот там премудрость приобретает всё более персифицированные черты, и более того, она там представлен как спутница патриархов. Я бы сказала, подательницы им откровения. Из этого в некоторых поздних, то есть, простите, позднейших, не то, что поздних, позднейших ранних христианских школах уже, развелось представление о патриархах как носителях откровения, параллельно, идущего параллельно, и даже в разрез с историческими книгами Библии. Ну, так скажем. Ну и, разумеется, пышным цветом расцветает учение о премудрости, как ипостасии, в апокрифах. Далее учение о логусе, учение о слове логусе. Ну, логус, как вы, может быть, знаете, наверное, это не только слово, это мысль, да, мысль, положение и так далее. Учение о логусе как посреднике между божественным и земным миром мы видим подробно развитым у Филона Александрийского. И далее, разумеется, есть целый ряд апокрифов, где говорится о гипостатизированном логусе. Ну, единственное, что Ларри Хартаде, в конце концов, приходит к выводу, что нельзя в полной мере назвать эти олицетворённые свойства ипостасями. Это, скорее, литературный приём, когда они представлены как отдельные личности. Ну, тут я бы поспорила, не знаю, можно ли говорить о чисто литературном, чисто риторическом приёме, когда говорится, когда речь идёт о религиозной литературе. Всё-таки, наверное, такие приёмы имеют под собой больше оснований, нежели просто литературные и риторические, нежели желание повыразительнее представить эти самые отдельные качества. Но нельзя не согласиться с автором в следующем тезисе. Говоря о том, насколько эти учения влияют на христологию, он спорит сомнений некоторых исследователей, которые утверждают, что премудрость и релогу смогли оказаться объектами поклонения, объектами прямо уже обожествления в некоторых школах. Нет, вряд ли действительно это никаких следов того, что Логосу или Софии, сколько бы они ни были олицетворены, поклонялись в иудаизме, действительно мы не находим. Следующий вопрос – это обожествлённые патриархии. И тут немного затрагивается учение о первом Адаме. Вот уже у предыдущего докладчика мы слышали о том, каковы были божественные свойства первого Адама, Адама до грехопадения. Об этом много сказано и в иудейской эльзегезе, и в раннехристианской литературе. Ну, разумеется, тут нельзя не сказать о таком патриархе, как Энох. Вы знаете, что в книге Бытия о нём сказано очень кратко и скупо. Энох был праведный человек и ходил перед Богом, и не стал его, потому что Бог взял его. И как раз из этого развился в иудаизме целый цикл легенд о вознесении Эноха, об Энохе как носителе Откровения и о его книгах. Ну, нам известны три книги Эноха, условно называемые первая, вторая и третья. Первая, самая ранняя, ну, она состоит из пяти частей, и они написаны, скорее всего, в разное время. Ну, во всяком случае, первая, её называют ещё Эфиопская книга Эноха, потому что полностью она дошла в эфиопском, староэфиопском изводе на язык ГС, но фрагменты оригинала найдены в Кумрале. Следующая за ней, ну, тоже не поздняя, прямо скажем, это вторая, так называемая, славянская книга Эноха. Дошла она только в старославянских переводах, зато их много, много рукописей. Есть даже две редакции, краткая и пространная. Ну, были даже мнения, что это поздняя средневековая композиция. Ну, не могу так сказать, потому что, помимо всего прочего, на славянский она переводна явно с греческого. И есть признаки, что греческая версия была выполнена в Египте. Например, греко-египетское название месяцев датировки об этом говорит. И в средние века в Египте по-гречески уже, ну, в общем, не писали. Так что, кроме того, я там нахожу некоторые, свои некоторые черты, которые можно назвать протагностическими. Например, представление о веке, ионе, из которого потом путём исхождения, эманации создаётся материальный мир. Пожалуй, это можно назвать истоками тех учений, из которых развился гностицизм. А это, разумеется, сразу удревняет книгу, заставляет думать о том, что, может быть, на рубеже нашей эры сатана. Ну, ещё я там в одном коптском тексте нашла параллель к этой книге, которой в других текстах нет. Ну, это заставляет отнести книгу, отнести, по крайней мере, этот эпизод ко времени не ранее 7-6 веков уже. И, наконец, третья книга, третья книга Эноха, так называемая еврейская, которая уже относится к иудейской литературе, к циклу «Хехалёт, хехалёт раба, великие чертоги». Вот авторы подробно описывают эволюцию образа Эноха в этих книгах, как Энох из восприемника Откровения Небесного Песца постепенно преобразуется в некую небесную сущность и, в конце концов, предстаёт в виде обожественного ангела Метатрона. И тут мы, кстати говоря, переходим ко второй части книги, как раз об книгах Эноха и об ангела Метатроне. Очень подробно пишет Андрей Орлов. В частности, большую часть тут занимает интерпретация имени ангела Метатрон. То ли это из сочетания тронус, престол и мета, запрестольный и сопрестольный, то ли это от отец комметатор, предводитель, то ли от имени Митра есть и такая теория, то ли это вообще какое-то имя наподобие магической эпиклезы, инвокации, с повторением слога просто-напросто. Ну, пожалуй, что на данной стадии исследования можно только делать вот такие вот несколько ряд предположений. Но, во всяком случае, тут подробно разбираются также и свойства Эноха, как патриархи Эноха первых книг, так и обожественного ангела Метатрона третьей книги. И, говорится, о её специфике и параллелях с христологией и отличием от христологии. Ну, кроме того, отдельная глава посвящена такой фигуре, как Мелхиседек, если помните, да, Мелхиседек. В библейском каноне предстаёт как царь книги бытия, и затем, ну, жрец или священник, в псалме сказано, первосвященник по чину Мелхиседека. В апокрифической литературе Мелхиседек предстаёт как фигура, помимо всего прочего, эсхатологическая, что, разумеется, придаёт этому персонажу мессианский характер. Хотя не случайно в Мелхиседеку посвящены некоторые кумранские писания. И, наконец, третья категория этих небесных посредников – это верховный ангел, так называемый. Ну, тут сказано «великий ангел», я бы перевела это как «верховный». Эту роль может играть Михаил, известный нам из книги Даниила, если говорить о каноне. Да, совершенно верно. Затем Иоиль, такая уже апокрифическая фигура с вокализацией тетраграммы в начале и теофорной, естественно, частицы «Л» и некоторые другие. Но, говоря об этих небесных посредниках, автор, разумеется, тоже отмечает, что, несмотря на все параллели с христологией, всё же в иудаизме нет следов поклонения, о вознесённом и ангелологизированном патриархом или архангелом. Разумеется, всё это остаётся в рамках строгого монотеизма. Это с одной стороны. И с другой стороны, конечно, христология раннего христианства никоим образом не сводится к этим учениям о небесных посредниках. Так, разумеется, в ней есть специфика и своеобразие, которые делают христологию уникальной по отношению к учениям о небесных посредниках. Приятно ещё также видеть в этой книге подробную историографию, достаточно подробное изложение предыдущих мнений и положений по рассматриваемым тут вопросам. Одним словом, я бы сказала, что эта книга должна привлечь пристальное внимание как специалистов, так и широкого читателя, и можно только приветствовать такое полезное издание. Спасибо большое, профессор. Так что, пожалуйста, если вам интересно, действительно, эта интересная книга, мы полаёмы, естественно, институты, скоро будет тоже на электронном виде. И желательно, это будет один проект, тритомник, и вторая книга будет посвящена литургической литургии в небесах. Так что потихоньку работаем на это направление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...